Девушки отдыхают 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 как это выглядело а еще одно из воспоминаний о оригами это концерт который прошел спустя полгода мы тогда тоже там с ними играли так вот на середине сета оригами сочи решил спросить у публики а хотите вы просто сыграем песню без лишних слов и уйдем и чтобы вы думали ответила публика публика радостно воскликнула да наверное это лучшая иллюстрация нынешних оригами к сожалению хотя может быть я не прав если вы другого мнения и современная регалина вам нравится пишите об этом комментариях вот ну и думаю можно еще добавить что я видела фишку буквально вчера позавчера видел что группа оригами планируется играть в концерте в москве в октябре когда чуть не забыл в аудиозаписи вконтакте можно найти запись под названием оригами плачу уж не знаю кто первым ее закачал в аудиозаписи с такими тегами с таким названием и таким образом дезориентировал людей но надеюсь что уж вы-то знаете что на самом деле эта песня московской группы мое neonate эта группа который меня тоже неоднократно просили рассказать поговорить как я уже сказал группа это из москвы мне казалось что начали играть они году в пятом шестом но вот я прочитал что официально днем рождения считается 2007 год дебютная пластинка точнее это было и пишка группа назывался это просто дождь на ней было пять треков она была презентована осенью 2008 года в москве были также у чуваков какие-то мутки с телеканалом стс позже у них был альбом в маске честно скажу все их релизы я слушал но слушал не больше одного-двух раз вроде бы все в целом хорошо но что-то в их музыке мешало им поселиться в моем плеере не знаю может быть дело в какой-то схожести с группой bullet в валентом который я тоже слушать не могу вот вообще гитарист в себе какое-то время тоже игру и но нет пусть он расскажет вам что-нибудь об этой команде неподготовленный спич такое просто минимально есть ты знаешь у меня есть м м видеоблог вот и периодически там подписчики просят рассказать про ту или иную группу меня сейчас попросили рассказать про группу на у меня мои познания группе на нет ограничиваются тем что мы с ними один раз играли это я тогда нет они не посмотрел на на ней уехал вот а ты же там играл какое-то время расскажите о группе на ней да было дело чуть-чуть поиграл я с ребятами наверное месяца три несколько концертов мы выездных отыграли но на самом деле для меня это был здоровый опыт просто работа с музыкантами с прекрасными чуваки просто пишут очень красивые песни не знаю девочки мальчики все им рады всегда ну и не просто так плюс к всему я познакомился там с очень прекрасным человеком свади волошка мы с ним до сих пор дружим вместе занимаемся музыкой периодически вот и я не знаю но ребята очень крутые очень классно очень круто с ними играть очень приятный большой опыт был какой какие то какой то был год когда ты играл когда у них альбом то вышел но если если так прикинуть но год 10 наверно 9 11 где-то вот в этом диапазоне спасибо это была рубрика интерактив в дневнике маккорщик впервые вылез вылез дневник маккорщик из-за предела этой комнаты ну и наверное надо сказать о том что в чистом виде эмо группа не он никогда не играл это же был метал корчик название на это значительно врожденный можно добавить что банда это рекордсмен по текучести кадров много людей поиграл в разные годы в ней на барабанах на басу были чуваков туры были хорошие залы еще расскажу что у них был концерт под новый год в декабре 14 они играли тогда акустику и неполным составом будет ли еще какой-то движ от неонейт поживем увидим ну и рубрика интерактив даниил царев попросил показать мои фотки тех лет каких конкретно лет он не уточнил но думаю по умолчанию все мы понимаем что имеется ввиду что-то в районе 2007 ну что попросили показать фотки давайте посмотрим немного фоток ну и раз вы попросили меня показать мои фоточки с 2007 тогда я посмотрел бы на вас ребята ссылочка для обсуждения дневника маккорщика будет в описании ролика на ютюбе свои фотографии кидайте прямо туда и подписывайте их пишите какие-нибудь комментарии я думаю это будет интересно ну и теперь почитаем немножечко ваших сообщений алан рокстон пишет почти добрался до возраста иисуса то есть мальчик уже взрослый приятно видеть что движение не скатилась говно алан или алан мне тоже приятно со своей стороны как видите тоже стараюсь и вы мне в этом помогаете продолжаем елисей богданов пишет я from first to last начал когда биографию с крылья сочетал вот и втянулся сейчас постоянно на ласке сижу в поисках годноты ласки какой интерес на ласке видимо речь идет у вас т.ф. кстати насчет вас т.ф. как на этот сервис появился я тоже много на нем зависал много хороших групп для себя открыл но у нас т.ф. так вот елисей продолжает и морюс мая 2014 года раньше был челкастым за что сейчас стыдно и вспоминаю с улыбкой встал на путь истинный даже мысли не было кидать движ считаю что нашел себя в эмо старших братьев нет можно сказать сам к этому пришел 15 лет мальчику отлично хорошо что ты слушаешь from first to last а не какой-нибудь такио отель молодец дальше нам пишет олег привет мне 20 лет как и многие был под влиянием и на культуры в те годы хотелось бы услышать выпуски о том как не нужно быть озером и лепедовкой именно о людях которые испоганили эту культуру хотя вспоминая те моменты я сам был позером как я это осознал уже повзрослее расскажи о том что же все таки такое эмо в выпуске спасибо за твои выпуски огромная ностальгия в голове вот тут честно говоря даже не знаю что сказать наверное среди моих друзей просто таких людей не было я не знаю мы просто любили музыку слушали музыку которую любим понимали что нас таких продвинутых немного поэтому ценили друг другу постоянно делились новыми группами постоянно давали друг другу послушать какие-то новые треки давай просто сойдемся на том что мы подняли эту тему естественно против позерства мы против нетрушности я очень люблю фразу по моему который честно говоря самый придумал бывших м они бывают если ты действительно любишь эту музыку эту субкультуру то ты всегда будешь оставаться частью ее может быть со временем когда ты там повзрослеешь это будет уже не так явно не так открыто но все равно ты будешь ее частью все равно ты все равно ты будешь иногда учеть себе какую-нибудь алисану и грустить под нее даже в 40 вот поэтому собственно я и отношусь с небольшим недоверием к молодым эмариантам какими-нибудь 15-16 летними потому что они еще пока не прошли эту проверку временем и неизвестно там надолго ли это увлечение у них останется люди которые прошли по проверку временем которые слушают эту музыку уже там лет 10 вот в них я как-то больше уверен ну я все еще принимаю ваши версии и мысли на тему того какую музыку лучше использовать точнее даже не мне а наверное уже проникать на лучше использовать в заставке во втором сезоне после 10 выпуска напоминает выпуск 9 следующий 10 начнется после этого второй сезон ну или просто удовольствием почитаю какие-то ваши комментарии какие-то ваши истории ссылочка для обсуждения будет под роликом его описание еще раз всем спасибо за поддержку если первые выпуски дневниками корщика я воспринимал как моем а дневник то теперь благодаря вашим комментариям я чувствую что это блог не мой личный а уже наш общий ну и напоследок хотела похвалиться бутылочкой небольшой хэнд мэйдик был произведен вчера так что это буквально свежачок вот такой тут и альфисом фаер и но умер с радио и трэшер и мистери куча всего спасибо катя за помощь всем пока всем зеленый чаек